Ну, продолжим новогоднюю тему, которую уже активно развивали. Дело в том, что год назад увидела на своем подъезде, начало объявление. Трезвый, добрый Дедушка Мороз поздравит ваших детишек с Новым Годом. Звоните, соответственно, на телефончик. Мне сразу вспомнились строки моего товарища по Перу, который следом за мной будет выступать, Владе Гаврикова, который написал так. Раскрывать житейские обманы дети умудряются все чаще. Дед Мороз пришел, не в стельку пьяный. Дети сразу в крик, ненастоящий. Вот такое объявление о трезвом Дедушке Морозе и такой эпиграф моему следующему стихотворению породили, собственно, звонок трезвому Деду Морозу. Здравствуй, трезвый Дедушка Мороз. Как же это? Перед Новым Годом Сразу мой сочувственный вопрос. Язва, что ли? Или ты под кодом? Как не пьющий, что ли? Никак, нигде, даже и шампанского ни разу. Вот же ж ты страдалец в бороде. Иначе это все от сглазу. Как же ты, детишек, веселить будешь трезвый и совсем замерзший? Разве что, под коричь конопли? Да шучу я, что ли? Нос наморщил. Я тебе болезненно и скажу вещь одну полезную такую. К детям к ним нельзя без куражей. Дети сразу фальш любую чуют. Вот опять ты про репертуар, про образование культорга. Тут же ж надо не за гонорар. А чтоб дети прыгали в восторгах. Тут чуть-чуть эмоций не дожал. И мальчонка говорит, не верю. Все, разрушил светлый идеал. Место разрушителя за дверью. В принципе, народ у нас не злой. Может, даже кто-то и заплатит. Но за стол тебя сажать с собой, это не в одной приличной хате. Я тебя про что толкую тут? Ведь у нас кому не наливали, закусить вот точно не дадут. Зря продукт расходовать едва ли. Я ж тебе всю правду без шуршу, бурт, и лишнего немного. К детям-то я лучше приглашу. Как обычно дворника Серегу. Дед Мороз, Сереге, не вопрос. Он такой талантливый паскуда. Борода, тулуп, покровый нос. А ты хнет, любой поверит в чудо. До свидания, трезвый Дед Мороз. Я тебя заказывать не буду. Ну и раз уж я сегодня вот так вот получила, что одна представительница своего пола, буду все остальное чисто женское читать. Разное, но женское. Про меня говорят, что я тушу эротические стихи. Если я вам тут прочитаю свое самое эротическое стихотворение, которое на самом деле не эротическое. Называется «Толкование снов». Мне снилось извержение вулкана. Сметающий преграды мощный сель. Мустанг горячий рвучийся с аркана. Огромный кит, пускающий фонтаны. Поезд, устремившийся в тоннель. А на просторах сумрачной пустыни, Столбом взметая вверх сухой песок, Носился смерч. И рушились твердыни. Кинжал вонзался в мякоть нежной дыни. Стекал на блюда золотистый сок. А на цветами тучи велись осы. Рубил с размаху дерево топор. Качали нефть, могучие насосы с натугой ледокол. Пронзал торосы ритмично свои, забивал копер. Вокруг меня вздымались колокольни. Лоснились полусферы куполов. И падал груз на дно глубокой штольни. И Зигмунд Фрейд краснел, как юный школьник. Вникая в смысл моих вчерашних снов, Мы тоже покраснели без сомнения. Однако здесь подтекст совсем иной. Включает нестандартное видение, Включенный рано утром в воскресенье Соседский перфоратор за стеной. А спасение от этих всяких разных бедствий Что нас спасает? Спасает, как Достоевский сказал, Спасет нас всех что? Красота. Спасительная красота. Как называется следующее стихотворение. Я красотой своей то и дело Спасаю этот мир от разных бед. А как-то раз с прической не успела И тут же начался парад планет. Ну вышла из подъезда без укладки В надежде, что и не поймет никто. А вот падишь. В Париже беспорядки. Студенты жгут на улицах авто. Казалось бы, отсутствие пробора. Последствия, однако, велики. Повсюду регистрируют приборы От сильнейшей подземной толчки. Из берегов своих выходят реки. Посе его пожирает саранча. Суют, куда попало, руки греки. Раки их кусают сгоряча. Весь мир подумал на индейцев магия И беспонтовости их календаря. Я же в зеркало смотрю и понимаю, Что краснокожих обижают зря. Еще об метеоритом не валиться, Когда башка похожа на копну. Скорей в салон к знакомым истерице. Кричу, судьба планеты на кону. Какая запись, время поджимает. Покрасит, просужит и в бегуде. И ты мне тоже, брандейцев магия. Вот сделаешь укладку, поглядим. Каких-то три часа. Другое дело, шарма, мопаты, Полный бланонжи. Недаром парикмахерша потела. В мозгу звонков тревожных нет уже. Я выхожу с прической на свободу, А там уже повсюду благодать. Братаются небратские народы, И тут же баррикады разбирать. Щепечут пташки, небо голубое, Магнитной активностью леглась. Безаварийно сел на землю Боинг, А я летел без одного крыла. Стабильность, дружба и бессмы мучу. И прочих аргументов. Миллион за то, что вместо, Чтобы отчеты мучить, Я посетила красоты салон. Нет денег рабочий, Я не прогуляла, И вовсе не забросила дела, Я выезжала срочно по сигналу, Спасала мир, не видите? Спасла? Вот то-то. А появятся вопросы, Зовите все решим без суеты, Лишь будет своевременно, Причесан по скромной гении, Чистой красоты. А вот велической героине Следующего стихотворения Повезло в жизни как-то меньше. Настроение совсем другое. Стихотворение называется «Сволочь». Обольщал планомерно надеждами, Обещаниями и иллюзиями, Территориями незалежными, Многозвездочными ологлюзиями, Впечатлял на таймере офшорами, И швейцарскими аккредитивами, Многочисленными кредиторами И невиданными перспективами, Щеголял эксклюзивными знаниями, Структурировал карму и ауру, Обволакивал иносказаниями, И цитатами из Шопенгауэра, Философствовал, Суеветистовал, Констатировал и оппонировал, Подливал мне Бордовского, Исподвал, А себе-то все больше не мирова. Ожидал от какого-то хрена я, Что вот-вот и случится интимное, На мое все, что есть, Несуверенное, посягательство Нелегитимное. Но на пятом часу издевательства Я в конце-то концов не железный, Ставши жертвой его надувательства, Засветив ему в морду помпезную, Я ушла, Не дослушавши баханно, Не доев фуа-граб подогретого, Ни полразу за вечер не траханно. Ну не сволочи ли он после этого? Ну на самом деле обо всем Можно чуть покороче, Хотя в той же банальности Называется и только. Привяжу за рога веревкой Да бубенчик тебе на шею, Хватит блеять, что, мол, неловко. Что, ты снова про Москва швею? Может, спросишь еще на Коле? Конституцию вспомнишь в суе? Ты же просто скотина, Коля. Видишь, снова с тобой психую, Не брыкайся, и так не сладко, А эмоций-то лишних сколько. Зря искал в тебе загадку, Так и знал, козел, и только. Ну я в самом начале читала четверостиши о том, что мужчин я на самом деле очень люблю, это так вот, это такие. Лирические героини у меня такие, не надо ровнять все с автором. Несколько одностиши, примерно на ту же тему, от подам Лишневской. Да, он кобель, нос длинный родословный. Каким ты был, каким ты только не был. Выходит, зря я надевала стринги. Я не смогу отдаться без последствий. Ты понял все, но, как всегда, не так. Простил меня подряд четыре раза. В кустах мы сможем, даже без рояля. Мужчина, вы свободны, одевайтесь. Пойдя налево, оказался прав. Ты снова мне приснился не по Фрейду. Куда же ты? Пошел предохраняться. А я вернусь, ты даже не надейся. Он так меня любил, пришлось проснуться. И в завершение жестокий роман. Ах, месье. Ах, месье, вы мазутом заляпали ватник. И к тому же ненароком вступили в навоз. И поэтому вас не могу целовать. Я, как бывало, безудочно страстно в засос. Ах, месье, вы соляркой забрызгали чуни. И к тому же позабыли портянки сменить. И потому сеновало смотреть на луния. Вы, похоже, отправитесь нынче одни. Ах, месье, ваша речь перегружена матом. И к тому же язык заплетается ваш. Потому остается, увы, непонятным для меня вашей мысли изящный вираж. Ах, месье, отложите, пожалуйста, вилы. Ни к чему так ужасно очами вращать. Ах, отнюдь, как могла я назвать вас дебилом? Что имели в виду вы воскликнувший? Ща! Ах, месье, сколько в вас необузданной страсти! Но когда вас в уазик пытались впихнуть, Несогласие с моим представителем власти Вам высказывать сторона мягче чуть-чуть. Ах, месье, от меня вы теперь так далече. Остаюсь безутешно в родимом краю. Перед вашим портретом затеплила свечи. Гематомы лечу и романсы пою. Спасибо. Вот еще, еще. Ну вот она вот так вот. Мужчина, вы чего какой настойчивый? От вас одно сплошное беспокойство. Ну, лет в мартини на двоих прикончили. Так это разве повод для знакомства? С чем тут эмоциям-то буйствовать всего-то пара-тройка продершавтов? А вы же с космическими чульствами? Да не похожи вы на космонавта. По вашим брюкам гладила в промежности. Я оттирала майонезы кляксы. Ах, допустила пару лишних нежностей. И что теперь? Бегом бежать до ЗАГСа? Да может, это просто для прикола я силком вас привезла к себе на дачу. И то, что я лежу тут с вами, голая, вот ровным счетом, ничего не замечу. АПЛОДИСМЕНТЫ Что получилось, что ли? Люди хотят. Сидать еще. Спасибо. Валь, скажите, что... Северянин. 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 Не вдаваясь в детали, с судьбой и не споря, Прожигая наследство, жил потомственный граф. Граф являлся под утро первозданно лиловый, Весь в объедках салатов, как в мотивах сонат. И графиня лупила его скалкой у новой, И в эпитетах сильных все срывалось на мат. Граф склонялся над чашей, имел пардон унитаза, Изливал свои чувства под журчание вод. И графиня дерзала его криком, зараза, Тунеядец пропоится кровососа в армонт. Спотыкаясь попутно раз пятнадцать, не более, Не внимая графиня, шел на кухню наш граф. И гармонию жизни обретал он в рассоле Из-под каприцов нежных. Летра два в густосал. А к обеду проспавшись, но ушел куролесец, Где-то пил, дебуширил, отвечал за козла. Это было у моря, натурально, в Одессе. Извини, северянин, это я и со зла. Спасибо.